В 170 странах мира проводится всемирная неделя грудного вскармливания. Цель – объяснить широкой общественности, что грудное молоко может уберечь детей от многих болезней. По данным ЮНИСЕФ, распространение грудного вскармливания может помочь спасти жизнь 820 детей в возрасте до 5 лет. Целью их является привлечение внимания к вопросам поддержки грудного вскармливания. В последнее время в обществе не совсем правильные взгляды на грудное вскармливание. Многие мамы, когда у них возникают проблемы, не знают, как их решить. И почему-то даже специалисты, которые должны помогать, не всегда знают ответы на эти вопросы. И мы хотим рассказать всем женщинам, и, кстати, очень важно их родственникам тоже, о том, что любую проблему можно решить, если знать как. Мероприятие проводится в Воронеже уже восьмой год. Грудное молоко – это больше, чем просто пища. Это также мощное средство профилактики заболеваний. Первое молоко богато антителами, защищающими детей от болезней и смерти. Наши встречи важны, потому что мы несем мамам информацию о грудном вскармливании, о том, какие могут возникнуть вопросы, какие могут возникнуть проблемы и как их решить. Потому что многие мамы, не владея информацией, сталкиваясь вот с этими проблемами, просто бросают кормить, что негативно сказывается и на их здоровье, и на здоровье малышей в том числе. Потому что грудное вскармливание – это естественно, да, это не полезно, это не про пользу. Это проестественно, это единственный возможный вариант биологической нормы – вскармливание ребенка. Грудное вскармливание способствует развитию мозга у детей младшего возраста, оберегает детей от инфекции, снижает риск ожирения. Выигрыши не только сами дети. Здоровое подрастающее поколение помогает снизить затраты на здравоохранение. А кормление грудью защищает женщин от рака яичников. Специалисты подсчитали, что поощрение грудного вскармливания может помочь ежегодно предотвращать 823 тысячи смертельных случаев среди детей в возрасте до 5 лет и 20 тысяч случаев гибели женщин от рака молочной железы. Какое будущее нас ждет, если женщина откажется от грудного вскармливания? На самом деле мы это будущее уже сейчас застали, потому что если взглянуть в историю грудного вскармливания, ну вы вспомните, да, 70-80-е годы, один такой факт, декрет был до полутора месяцев. То есть в полтора месяца ребенка мама выходила на работу, ребенок сдавался на целый день в ясли. Ну мы строили коммунизм, да, у нас все товарищи, все рабочие и так далее. И детки были на как раз смешанном, либо на смешанном, в идеальном случае, когда мама приходила с работы и кормила грудью все-таки, либо это очень быстро завязывалось тугим узлом, и ребенок переводился на смесь. И сейчас, ну вот вспомните хотя бы одного человека из своего окружения, у которого нет проблем с ЖКТ. Практически все дети, получающие молочные смеси, страдают дисбактериозом. Длительный период их беспокоят диспепсические расстройства. У тех, кто родился в 80-е, в 90-е годы, у всех практически проблемы с ЖКТ, которые проявляются не сразу, они проявляются в основном в подростковом возрасте, когда все это заложено с детства, на фоне гормональных перестроек, оно выявляется как раз в этом возрасте. Поэтому это не булки, которые мы едим в буфете, это то, что заложила мама на вот этих вот первых этапах жизни. В России около 90% женщин начинают кормить грудью в роддоме, но быстро прекращают. К полугоду на грудном вскармливании находятся только 40% младенцев. Самые высокие показатели были отмечены в Руанде 86%, в Бурунде 83% и в Шри-Ланке 82%. В странах с доходом выше среднего уровень грудного вскармливания самый низкий – 23%. Грудное вскармливание на самом деле очень сближает маму с ребенком. Это я поняла, потому что со старшим ребенком все-таки не было такой вот именно связи, когда кормишь ее, когда глаза в глаза вот эти вот приятные ощущения, такие вот чувства. То есть это вообще не то, что только молоко, там оно вообще волшебное по своим качествам грудное, но и связь, вот эта вот близость, она, мне кажется, все-таки остается и на будущее, и на дальние годы, и, как говорится, это прям супер. Искусственные смеси постоянно усовершенствуются, имея основную цель – максимальное приближение к грудному молоку женщины. Полностью достигнуть этого невозможно. Женское молоко по своим свойствам уникально. Проблемы, возникающие у детей, находящихся на искусственном вскармливании, остаются за кадром. Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания призвана защитить право ребенка питаться материнским молоком и право матери на кормление ребенка грудью. Мария Макеева, Дмитрий Хлебный, 41 канал.